Сверху и эти виды, которые отсюда в гряды открываются, причем в любое время года, конечно, летом краше. Но, с другой стороны, летом очень много листвы, и иногда озера практически совершенно не видны. Необыкновенная красота в период золотой осени. Кстати, период золотой осени в Финляндии носит название русско. Это не имеет никакого отношения к России, просто такое вот случайное совпадение. Вообще, если дословно переводить слово русско, то это, наверное, будет означать все оттенки красного цвета. И это вот такой короткий период золотой осени, который начинается в Лапландии. Многие финны специально даже берут отпуск на это время для того, чтобы просто несколько дней провести на фоне природы. У финнов не стоит вопрос о том, чем заняться вот в таких местах. Ничего не делать, просто гулять, просто любоваться пейзажами, просто ощущать себя частью этого мира, таким же гостем на этой планете, как все остальные живые существа, которые здесь живут. Ну вот, уходит уже в сторонку, сейчас мы как бы расходятся наши пути, основная дорога туда уходит правее, а мы проедем вот здесь вот по этой живописной гряде. В Финляндии у меня есть, вернее, был такой национальный поэт, Иоганн Роненберг, который написал слова, ставшие текстом финского гимна. Так вот, у него была супруга Фредерико, ведь женщина тоже весьма интересная и образованная. К сожалению, большая часть ее жизни прошла в тени мужа. Тем не менее, вот Фредерико писала, в мире, наверное, нет ничего подобного по Нахакарию. Ни одну перу не может описать его великолепие и красоту. Действительно, уже даже не несколько лет, а десятков лет, наверное, несколько столетий это место очаровывает всех тех, кто здесь побывал. И в начале XIX века, когда Финляндия входила в состав России, местах посетил Александр I, который настолько был очарован дежными пейзажами, что приказал считать эти места заповедными. То есть, то, что здесь находится сейчас национальный заповедник, это заслуга российского императора Александра I. И в середине XIX века, уже по указу Николая I, здесь был основан так называемый лесной заказник. Ну, а сегодня у этой гряды статус национального пейзажа Финляндии. То есть, вот это, очень красиво, вот эти водные, и это настоящее, то есть, это не насыпано. Это вот такая естественная природная гряда, чем вызвано ее образование, не знаю, объяснить не могу. И вот этот вид, вот это место, это национальный пейзаж Финляндии, поэтому, наверное, если бы нужно было найти какой-то природный символ этой страны, то вот именно эта гряда, я думаю, что, вне всяких сомнений, держала бы первое место в таком конкурсе, если бы он был бы объявлен. Значит, с левой и с правой стороны два озера, одно называется Пурувеси, второе называется Пихлая Веси, это совершенно не нужно нам с вами. Но, тем не менее, вот такая вот изумрудная лента разделяет их между собой. В самом центре этой гряды, сейчас мы к ним приближаемся, к этому центру, находится холм, который носит название холм Руннеберга, как раз вот в честь этого национального поэта. Высота этого холма 25 метров. Ну и вот сейчас мы действительно, вот сейчас мы почти вровень с озерами, а сейчас мы начнем с вами подниматься вверх, и озера будут как бы как две пропасти, с левой и с правой стороны, от нас опускаться все ниже и ниже, но не очень высоко, но тем не менее, все-таки 25 метров подъема здесь присутствует. И Руннеберг, побывав здесь, ну вот не только его супруга оставила такие памятные строки, но и сам он написал так, «С этого берега, дивные земли отцов, видишь ты, юноша». И вот эти строки высечены на камне, который, если я не ошибусь, сейчас мы с вами увидим с правой стороны. Достаточно редко мы здесь ездим, поедем, не все водители соглашаются. Спасибо большое за охиду. Вот еще немножечко наверх, и вот на самой высокой точке этого холма, вот сейчас, я не могла пропустить, по правой стороне, такая вот небольшая площадочка, и там, в общем, там стоит такой гранитный камень, на котором высечены по-фински, естественно, вот эти строки на берегу. Действительно, вот посмотрите, видите, мы с вами почти, что едем уже на уровне, вот, особенно по левой стороне, уже некоторые деревья даже ниже, да, их верхушки ниже, чем дорога. Ну, и здесь, на этой, в этом районе, на этой гряде находится... Если прозевало, прошу прощения, я как-то так вот не смотрю в окно, может, еще и нет. Ну, в любом случае... А, нет, вот, наверное, еще выше. Здесь проложено множество таких, скажем так, готовых, подготовленных туристических маршрутов. И если кто-то хочет поподробнее ознакомиться с этим регионом и с красивыми местами, здесь находящимися, то можно либо... Фины рекомендуют, конечно, вот с правой стороны, мне все-таки я не пропустила, вот с правой стороны, видите, вот этот гранитный обелиск, на нем в профиле Эрненберга, и строки, к сожалению, все это так вот очень... в не очень хорошем состоянии поддерживается, что строки я не рассмотреть. И, может быть, успели бы в Великом обратить внимание, лента около этого памятника, только не сине-белая, мы помним сами, наверное, помним о том, что флаг финский, он сине-белый, да? Синий крест на белом фоне, а лента сине-белая-черная. И если вы вспомните, то сине-белый-черный это флаг Эстонии. Дело в том, что в этом году, в свое столетие, в своей независимости отмечает Эстония. Поэтому, поскольку государства эти достаточно близки по своим историческим корням, по своим... по языку, потому что и финский, и эстонский относятся к одной и той же языковой группе, они близки настолько, что даже история распорядилась так, что гимны Эстонии и Финляндии написаны на одну и ту же музыку. То есть, очень много общего финнов с эстонцами, и поэтому эстонцы, вернее, финны, в поддержке, очень во многих местах можно увидеть вот эти ленты цвета эстонского флага. Ну и, как я сказала, что вот здесь, поскольку Панхакария признана национальным пейзажем Финляндии, и поскольку это один из самых таких важных туристических объектов, то вот как раз налево уходит дорожка к отелю, который так и называется Панхакария. И я сказала, что в этом отеле на выбор предлагаются совершенно различные варианты размещения, то есть это апартаменты и коттеджи, и охотничьи домики, и кемпинги. Можно выбрать здесь все на любой вкус и на любой кошелек. И здесь, несмотря на то, что это заповедник, находятся и всевозможные варианты для проведения свободного времени. Тут есть и картинг. Ну, зимой, понятно, лыжи, коньки, сноуборды, все еще.